Толерантность — это воспитание. Женщина из него так себе. И для меня странно, что последние несколько лет ее речь стала звучать вот так. А что случилось, девочка моя? Киркоров мимо, Крапивина мимо. Один фрик оскорбил другого фрика. И это другое их заставляет не качаться, еще что-то, не быть пьяными. А вдруг ГИБДДшник заставит падуть? А она типа выпившая. Как вкус сезона — это как конфетку сосать. Привет, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях яркий, подажный, сильный и умный Рустам Солнцев. Рустам, привет. Здравствуй. Хотелось бы с тобой сегодня поговорить о самых таких последних громких событиях за прошедшее время. Да, есть такое. И хотелось бы начать со скандального. Как тебе премия МУСТВ? Ну, на премии МУСТВ Киркоров совершил камин-аут. Я считаю, что это было камин-аутом. Это было событие, по сути, громкое такое. Конечно, они его вуалировали через хе-хе, хе-хе-ха-ха. Но камин-аут был. Другой вопрос, что мне не очень приятно вообще как бы лицо Киркорова. И если бы это кто-то совершил, кто-то другой, посимпатичнее и больший харизмат, скажем так, для нынешнего поколения. Потому что все-таки Киркоров — это очень нишевая история. Бабки-тетки. И, конечно, вот этот его камин-аут, он, вот, Бабки-тетки — это вот… Вот для них это какая-то очень странная история. Они мало того, что этого не поняли, если кто-то из них смотрел это все в телевизоре. Другой вопрос, кто-то об этом читал в интернете. В интернете, понятно, что все это немножко сглаживается. Слово камин-аут не называется. Но для чего-то же это было сделано. Вот он это сделал, и еще один вопрос. Для чего это было нужно бывшему Бузовой, Давиду, вообще непонятно. И у него, кстати, на лице было написано, что он не понимает, что здесь происходит. Да, его в это во все втянули. Но там есть большая армянская семья, которая даст ему… Мы матом можем ругаться? Ну, чуть-чуть, да? Которая может дать ему, сама понимаешь, тумаков, назовем это… Назовем слово пиздюли тумаками. Вот. Или как-то, ну, есть мама, есть папа. Мама довольно, я насколько понимаю, принципиальная, очень хорошая тетка, которая, ну, в конце концов, она же живет среди людей в социуме. Но настоящая армянка в любом случае. Конечно. Вопросы могли быть заданы. Типа, дорогая, что это, собственно, было с твоим сыном? И что его связывает с Киркоровым? Тем более, что, насколько я понимаю, опять же, не хочу в эту геополитику лезть, но Киркоров не очень приветствуем в Армении. Из-за каких-то там действий, связанных с турецкими перепевками. Это я знаю точно. И у него концерты отменялись. Ну, собственно, конечно, Киркоров – это такая фигура умолчания, о котором нельзя говорить всерьез. Он сам о себе в основном говорит. Все начинается с «я», «я», «я». Это такая большая двухметровая нелепая яколка, которая якает, 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 якает. Потом он совершает в качестве невесты камин-аут на Муз-ТВ. Мы должны все это схавать. А сейчас ничего не происходит, собственно. Но, может, это был своего рода вот пиар такой. Они же не подтвердили в любом случае камин-аут. Да, но они же взрослые люди. Киркорову не 12 лет и Дави не 14. Они взрослые уже такие, знаешь, мужики умудреные, собственно. Если это какой-то был прикол, я этих приколов не понимаю. Мне был непонятен этот прикол. Почему тогда Киркоров, на твой взгляд, отреагировал так на слова Нателлы Крапивиной? Ну, потому что тот его перформанс, он действительно был уродлив. С точки зрения, ребят, ну, с точки зрения, ну, будем честными, с точки зрения эстетики, это не очень симпатично. Вообще, с точки зрения эстетики, Филипп Киркоров – пожилой мужчина, у которого в какой-то момент там то перо из задницы торчит, то еще что-то, то он какую-то непотребщину несет, то с кем-то ругается, еще что-то. Вот это вот все эстетика. И в какой-то момент она складывается в картину, в общую картину нашего понимания этого артиста в данном случае. И, конечно же, Крапивина, она так же, как и все, она тоже, как и весь шоу-бизнес, как и обычные люди, на это все посмотрела, и это не показалось ей симпатичным. Она вот на это же упирает, что это было уродливо, что вы совершили уродливый акт, потому что он был не симпатичен. Знаешь, если бы там, например, был, ну, условно говоря, мы берем Лазарева, и его, этого любовника Малиновского, который стал его любовником благодаря вашему покорному слуге, который когда-то об этом сказал, и потом это появилось на обложке экспресс-газеты буквально через три дня, то это была бы другая история, поверь мне. Крапивина бы уже не мявкнула, она бы уже молчала по той простой причине, что это было бы даже и неплохо смотрелось бы. Ну, как бы Лазарев, этот Малиновский, вот, тоже не пришей кобыле хвост, ну, как бы это, ну, было бы иначе. А тут Киркоров, понимаешь, все-таки надо еще понимать, что Киркоров очень советский человек, по сути, он оттуда, он очень оттуда. И вот это все, ну, все это пидовство, оно тоже очень советское все. Оно обязательно через, через какие-то странные нелепые жесты, жеманность, копирование некой женщины. Он все время же, он не может же быть мужчиной, он все время показывает некую женщину. Женщина из него так себе. Ну, скажем так, это была какая-то страшненькая такая двухметровая тетя, почему-то в мужском костюме. Вот об этом, понимаешь, Крапивина споткнулась об это, что это эстетически не очень хорошо. Но есть еще другой аспект этой истории, потому что история, конечно, многофакторная. Тут выяснилось еще, что и Крапивина еще и гомофобка. Учитывая все те слухи, которые ходили о Крапивиной и ее очень близких отношениях с Лободой, возьмем это в кавычки, слухи ходили, что они являются парой, что они вместе, что там они, ну, условно говоря, Крапивина муж, Лобода жена. Все это норм такой вообще как бы. Ну, женщины и женщины любят друг друга. Вот Земфира, она любит Ренату, любила. Сейчас я не знаю, насколько тесны их отношения. И вот странно то, что вот она стала об этом, конечно, транслировать Крапивина. Она опровергла, она записала видео, опровергла, где она гомофобка. Она просто как раз, как я поняла, она осудила просто именно подачу всего этого. Саму подачу. Ну, значит, это говорит скорее за ту мою первую версию о том, что она действительно, она не врубилась в саму ситуацию. Почему страшненький Киркоров, непонятный Дава, зачем это все нужно? Со стороны это выглядит ну, не алло совершенно. Может быть, да, она вот зацепилась за эту ситуацию. Как и я, собственно. Меня не может цеплять никакая… Я не могу априори быть гомофобом, понимаешь? Вот. Но когда я вижу Киркорова, который вихляет бедрами… Ну, это просто игра на публику. Да, да. Я становлюсь тем самым, да, гомофобом. Мне это не нравится. Потому что это некрасиво. Когда я вижу спортсмена, на которого нападает Навка в своих комментариях и буквально завуалированно его оскорбляют, художественного гимнаста из Испании, Бенитоса, Кристофера. Мне он нравится. Потому что эстетически это прикольно. В этом что-то есть. В этом есть форма. И тут мы видим Киркорова, который сильно не в форме. И, естественно, у нас все внутри вот так вот, ну, елки-палки. А Крапивина, она… Как вам сказать? Она была еще в своей подаче груба. Ну, и тоже… То есть, понимаешь, оба мимо. Киркоров мимо, Крапивина мимо. Потому что Крапивина, она в своей подаче была груба. Ну, и тоже не весь, знаешь, какая немудрящая баба. Тоже нашла здесь, знаешь, Светоч, голос поколения. Слушай, ты там рубила деньги своей слободой. Продолжала бы ты это делать, ты находишься в шоу-бизнесе. Ты это уродство видишь каждый день. Это уродство сыпется на нас, на всех. Через телеграм-каналы, через YouTube бесконечный и так далее. От него нельзя никуда уйти. Мы не можем никуда спрятаться. Мы обычные люди. Я просыпаюсь, и я в новостях вижу эти рожи. Ты там, ты в этом во всем. Ты вылизывала им задницы. Круглосуточно 24 на 7. Я представляю, если почитать ее ватсапы, переписки с другими остальными там участниками событий до этого. Это же любовь была. Поцелуи. А тут, с чего ты это решила сделать? Ей надо было сделать немножко повкуснее. Тут даже вопрос, вот опять включается вопрос вкуса. Не хватило вкуса подать это так, чтобы действительно мы все были на ее стороне. А так получилось, что мы не хотим и Киркорова, и ее мы тоже не хотим. Скажи, Лариса Долина или Валя Карнавал? Слушай, ты знаешь, это не та и не другая. По одной простой причине. Вот мы тоже самое видим. Во всем должна быть какая-то симпатичность. Для меня это важно. Я как козерог, я должен увидеть аргументы Ларисы Александровны и понять, мне эти аргументы подходят, потому что это симпатично выглядит. А это выглядит, ну опять же, по-советски. Закатывание глаз, отворачивание лица, еще что-то. И вот эта вот Лариса Долина, да, она общепризнанная вокалистка. Сказать, что вся страна лежит у ее ног, ну это было бы большим преувеличением. Лариса Долина, да, она поет. Последний хит ее был, ну может быть, года 22 назад. Про то, что зонт должен быть в каком-то месте определенном, вот, боюсь даже назвать это место, тогда будет счастье у женщины. Знаешь, это была очень двоякая, странная песня, которую высмеяли все абсолютно. Ну вот, собственно, от этого и зависит. Погода в доме, она... Но на то и существует как бы время. Твое время, оно... Хорошо, что ты еще как бы здесь, да. Ты здесь, тебя привечают, ты работаешь на спектаклях, мюзиклах. Ты известная, уважаемая артистка. Ну, пожалуйста, будь добра вести себя как мэтра. Ну, не ведут себя так мэтры, нельзя так делать. Ты когда-нибудь видела, та-та-та, дорогая, чтобы, например, Мадонна, к примеру, та еще вокалистка, но работающая всю свою жизнь над вокалом, над освоением музыкальных инструментов, чтобы она хоть когда-нибудь стала вонять в сторону, например, Арианы Гранде. Довольно начинающая, все начинает и начинает, по моему ощущению. При этом уже собирает стадионы по всему миру уже несколько лет. Это как пример. Или там Lil Nas, как у нас какой-нибудь рэпер. Да никогда в жизни она себе этого не позволит. Потому что Мадонна сидит, закинув нога на ногу, с бокалом вина у себя в Инстаграме и несет всякую такую классную чушь о жизни, о себе, самоиронии, все на свете. И мы понимаем, вот перед нами легенда. Когда я вижу Ларису Долину, которая огрызается на Валю Карнавал, я понимаю, передо мной недовольная жизнью женщина без личной жизни, к тому же еще. Которой, ну, очень не хочется видеть рядом молодую, со стоячими тиськами девчонку. Еще к тому же, пользующуюся таким спросом, я сегодня узнал, не знаю, узнала ли об этом Лариса Долина, лучше ей не знать, а то еще, знаешь, этот инсульт трахнет. Что, оказывается, Валя Карнавал набрала миллиард лайков у себя в ТикТоке, ну, видимо, совокупный миллиард. Ларисе лучше об этом, конечно, не знать. Это страшная для нее будет новость. Ну, а с другой, ну, подожди, а может быть она просто, ну, скажем так, неправильно или на ее взгляд правильно высказала просто мнение, что по ее мнению Валя Карнавал петь не умеет. Она могла же это все-таки высказать? Она могла высказать. Мы опять же, смотри, мы с тобой как современные люди, я как более старшая, ты как мелкая совсем девчушка, еще маленькая, понимаешь? Мелкая в данном контексте звучит как комплимент. Спасибо, я поняла. Да, малыш, смотри, мы с тобой все-таки, нам очень важна эта картинка. Мы с тобой должны увидеть какую-то такую благосклонность, очень взрослой, очень умудренной женщины, какой-то мелкой, на ее взгляд, тщедушной, никакой Вале Карнавал. Что это еще за Карнавал, кстати? Тоже чушь с этими псевдонимами, понимаешь? Мы должны были это увидеть, а мы увидели другое. Я не буду опять повторять, что мы увидели. И еще, мы увидели, знаешь, такую какую-то странную принципиальность Ларисы Александровны. А вот с другой стороны, к слову, я писал об этом, сделал об этом небольшой пост, и знаешь, люди очень живо отреагировали на него о том, что Лариса Александровна, забыв и наплевав на свою принципиальность, оказалась таки в Витебске на Славянском базаре, да, Славянский базар, по-моему называется, да, с этими песнями. При этом этот базар, он и этот фестиваль, он олицетворение одного человека в Белоруссии, одного усатого деда, и мы не будем сейчас называть его, потому что у нас не политическая программа. Да, мы его не называем, но это олицетворение этого человека. И знаешь, этот человек славен последний год не очень хорошими делами и по отношению к молодежи тоже. Будем говорить мягко. Лариса Александровна почему-то оставила эти принципы все в Москве, видимо, они у нее закончились, навали карнавал, и поехала туда. Как, кстати, некоторые другие проститутки. Ну вот, ты понимаешь, вот тут вот тоже вот это странно. Вот этот вот, вот этот вот момент, к примеру. Почему бы здесь не быть более принципиальной? Ну, никто тебя не тронет, тебя не будут бить, нет, ну, какое-то время, да, с тобой поспорят кто-то в сети, допустим. Учитывая, что у Ларисы Александровны довольно слабая соцсеть. Как ты думаешь, а почему, скажем так, старое поколение, взрослое, завидуют тиктокерам сейчас? Знаешь, они даже себе отчет не отдают, что они завидуют. У них нет даже вот этого ощущения. У них есть ощущение, что они стоят на каком-то постамете вечном. Ну, когда-то Кобзон, пластинки которого, насколько я знаю, что у Кобзона, что у Толкуновой, что у Льва Лещенко, ныне здравствующего, вообще не продавались. За этими пластинками не стояли очереди. Очереди стояли за другими пластинками. За пластинками Пугачевой, за пластинками Абадзинского, к примеру, хорошего, классного вокалиста. Вот за этими людьми стояли. Там пластинка, двойная пластинка Бонни М. Ребята продавались за какие-то, ну, целую зарплату надо было отдать, там, до 120 рублей. Представляешь? Вот эта музыка была востребована. Музыка вот этих метров больших, она не была востребована. Лариса Долина, ты не можешь помнить в силу своего возраста, я помню очень хорошо, что первый заметный трек Ларисы Долиной был «Затяжной прыжок», так он назывался. Это было вообще непонятно что, это была какая-то страшная вообще гадость. И, собственно, Лариса очень долго искала свой репертуар, очень долго. Она искала своих авторов, своих кастовиков, и, пожалуй, как выясняется сейчас, она их и до сих пор не нашла, потому что есть, конечно, проблемы с репертуаром, есть. Но в силу возраста, возвращаюсь к твоему вопросу, в силу возраста и каких-то внешних вот причин, понимаешь, каких-то когнитивных изменений в мозгах, еще что-то, ну, у каждого, у каждой стареет по-своему. Она себе в этом отчет не дает. Назовем, она как бы собирательный образ. Она – это большая-большая артистка. К примеру, вот смотри, Алла Пугачева не делает замечания начинающим певцам и артистам. Единственное, что она себе позволяет, по-моему, пару раз она высказывалась очень вскользь, очень аккуратно, в адрес Оленьки. Ну, там сам Бог велел, потому что Оленька тоже, конечно, всех это чуть-чуть подзадрало, мягко говоря. Да, и удивило, да, и удивило, и подзадрало. Скорее, подзадрало, уже в меньшей степени удивило. Мы уже успели устать сильно от этого всего. И Алла как-то вот высказалась. Но с другой стороны, она очень корректна. Да ведь? А могла бы целыми днями трещать, трепаться у себя в Инстаграме, в прямом эфире. Она бы собирала там 20-25 тысяч человек сразу на прямых эфирах, где бы рассказывала о том, какие все вокруг плохие. Не делает этого? Нет. Ну, артистов, кстати, которые, я заканчиваю ответ, которые воют по поводу Моргенштерна, ну и всех остальных, они есть. Вот тот же Лещенко недавно высказывался. Я бы помолчал на их месте. Правда, помолчал. Я понимаю, что это не очень красиво выглядит. Поэтому, когда мне вот в мои 46 лет, мне подписчики задают вопрос в прямом эфире, я плохо говорить не буду про того же Моргенштерна. Если я вижу в этом какой-то, что есть в этом и разум, и прикол, и угар, самое главное, то, конечно, я буду хвалить. Я буду говорить самые хорошие слова. На твой взгляд, Моргенштерн – это талант или явление все-таки? Ну, конечно, Моргенштерн – это уже явление. Но не без таланта. Не без таланта, шоумена и так далее. Тоже всему свое время. Это должно было случиться именно вот в тот самый момент, когда это случилось. Это прикольно, это правильно. И в его треках что-то есть. Я посмотрел, я заставил себя посмотреть этот его клип последний, где он там в храме в каком-то католическом, еще что-то. Слушай, мне так понравилось вместе со Смэшем. Мне очень понравилось. Я сразу посмотрел, потом второй раз тут же посмотрел для того, чтобы как бы закрепить эту картинку. Молодец, прикольно. Я за. Сейчас у молодых исполнителя нету, так скажем, как многие сейчас. Даже, например, мои родители, они всегда ищут в песнях смысл. Ну, естественно, да. А смысла нет. Смысла нет. Ты знаешь, вот, например, у западных исполнителей не было смысла. Когда я, например, рос, я слушал западноевропейскую музыку, к примеру, исполнителей там ряд. Мне казалось, они о таком поют, ну, начиная там с модным токинг, еще что-то. Ну, о таком, 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 таком. А когда я уже стал разбираться в текстах и изучая английский язык, я понял, что они поют, а какой-то, ну, просто сто чашечек кофе и поезда. Один туда, другой туда. Все. И это ночь без тебя. И это повторяется. И я был, кстати, крайне удивлен. Крайне удивлен, что как же это может быть, почему нет смысла. Знаешь, может быть, так оно и нужно, чтобы смысла не было. Искать в текстах или, как говорили раньше, в стихах смысл стоит. Ну, это должны быть, это должны быть треки, проверенные временем. Мы берем Софию Ротару, например, ее треки 20-30-40-летней давности. Там очень много любовной лирики. Там ты ее найдешь. У Аллы Борисовны тоже. Ну, и Алла Борисовна ведь тоже стала петь. Тянет сердце руки, понимаешь, всякую ерунду. Или там, я в цигейке, или еще в чем-то, дайте копеечку. Ну, бред. Время. Пришло время вот такой бессмысленности, скажем так. Поэтому оно заходит. Оно заходит нисколько. Знаешь, это все-таки как вкус сезона. Это как конфетку сосать. Вот ты ее сосала, эту конфетку, и все. И ты забыла, что у тебя она во рту была ровно минуту назад. Просто забыла. Вот эти треки, это вкус сезона. Это очень быстро все заканчивается. Я вообще не понимаю, опять же, извиняюсь, что я прыгаю, но я не понимаю, как слушать всю эту кальянную музыку. Ну, ты понимаешь, да, о чем ты? Я говорю, все эти арабские исполнители, поющие на русском языке, все эти очень пузатые чуваки, такое ощущение, что они, понимаешь, жизнь прожили. Они поют о такой трагедии. Все эти асти и арти, да. Они поют о том, как будто бы в ее жизни, ну, по крайней мере, был Титаник, на котором утонули все ее предыдущие мужья. Дети, собаки и родственники. А так на нее посмотришь, обычная хохлушечка такая смешливая, понимаешь, не прочь пожрать чего-нибудь жирненького, понимаешь. Откуда это все? Что это вообще такое? Ну, у них есть свои поклонники, их много, кстати. До хрена поклонников, скажем так, конечно. Эти двое, Астик и Артик. Артик, да. Я обожаю их просто. Ты знаешь, вот это... Не, они хороши как пара. Они два таких полненьких. Все, у них, да, они хороши. Вот сейчас им объяви концерт вот здесь, вот они соберут народ. Ну, потому что у них там треки ложатся как-то на слух, еще что-то. И вот от того, что их треки сильно ложатся на слух, от этого и противно. Мне лично противно. Ну, как раз в их-то песнях все-таки есть смысл. Есть какой-то, да. Они что-то такое огородят там, какой-то огородик, и ты понимаешь, что, ну, тоже ты и я вроде какая-то история рассказывает. Ну, вот опять же, возвращаясь к тому, что я сказал две минуты назад. Откуда эта трагедийность? Зачем она воспевает то, чего в жизни в ее не было? Посмотришь, что у нее есть вроде как молодой человек, нормальный чувак, все. Это он ее так бьет, что она вот это вот воет, как собака. Что с ней, понимаешь? Вот тебе и смысл. Извини, я просто хотел тебя размешать. Сейчас. Ну, это правда. Слушай, такое ощущение, я ей чуть-чуть, еще пять минут и понесу труп. Скончалась от любви. Ну, это как вообще может быть такое? Ну, может, хоть она как раз-таки поет для своих поклонников, подписчиков. Вот, может, у них есть такая история. Для женщин. Для женщин, для девочек. С трудной судьбой, да. Ну, с другой стороны, у нас, знаешь, вот эта женщина трудной судьбы. Это было в советских фильмах, там, например. Условно говоря, Людмила Марковна Горченко появлялась как директор завода. Вот есть такой у нее, по-моему, старые стены фильм. А-та-та. Ну, там была вот женщина тяжелой судьбы. А тут, ну, какую тяжелую судьбу? Вот я, например, недавно был в классном баре на берегу моря в Ялте. И ялтинские девчонки, и все. И вот бар многоярусный. Играет, играет это Артик, это Асти. Ты знаешь, все девчонки вроде как и танцуют все. И сказать, что у них все тяжелые судьбы, ну, это вот для них же мозга, для них. Ну, и половина разведенки. Ну, что и развелись, и развелись. Ну, то есть это тоже, понимаешь, тоже натягивание, конечно, этих трусов прям до ушей идет. Уже совсем. Откуда это все? Или, например, опять же, чтобы, ну, пример был пожирнее, знаешь. Есть такая еще, как ее бывшая солистка группы Виагра, которая все никак не определится. То ли она женщина, то ли ей 9 лет на своих фотографиях. Такая изобильная очень сильно. У нее детей уже скоро их начнут, по-моему, этих детей у нее забирать, потому что у нее сильно много этих детей. Это не та, которая в Киеве живет? Нет, которая здесь, в Москве живет. Такая вот Анна из Виагры. Все замуж, выходит и выходит. Выходит и выходит. Она сейчас с баскетболистом живет. А, Анна Седокова? Седокова, да. То же самое. Какой текст не послушаю, ну, господи, ну... Краши в гроб кладут. Ну, я серьезно, ну, правда. Откуда это у них все страдания-то берутся? Ладно, это я отвлекся. Ну, как раз-таки они, наверное, и хотят, скажем так, выделиться. Не быть похожими на этих сейчас тиктокеров, чтобы у них как раз в песнях был смысл. Но немножко, может быть, перебарщивают. Ну, что-то есть. Вот тут ты и права. Ты сама как бы действительно берешь, ты подытожила, действительно. Они перебарщивают, они борщат с этим совсем. Потому что никакой такой жизни у них страшной не было. 9 детей по полям они нигде не рожали под телегами, понимаешь? Так сказать, в стога сена. Вот. Никуда их корабль не вез среди ночи с развивающимися волосами. Конечно, на коне она не скакала никуда. Вот. Среди дождя, который ей вот так вот в лицо. Ну, не было же ничего в этой ее жизни. Живет сытно все. Вот это вот тут вот так. Ну, нормальная, нормальная, сытая, буржуазная девка. Скандал в прямом эфире. Губерниев и Бузова. Да. Как ты думаешь, Губерниев намеренно хотел обидеть Бузову? Да, да, да. У них давние счеты. Знаешь, я уже об этом говорил и повторюсь. Дело в том, что нельзя их воспринимать как, знаешь, как мужчина, который... Потому что многие сделали эту ошибку. Это прям ошибка была системная у людей. Они восприняли это как мужчина оскорбляет женщину. И она оскорбилась. Нет. Все иначе. Все гораздо проще. Ну, и чуть-чуть сложнее. Один фрик оскорбил другого фрика. Все. Это надо рассматривать, эту историю, только как таковскую. И не как другую. Это просто перепалка двух фриков. Одна из которых еще и решила, что она сейчас тут взрыдает, и вся страна за ней, тут заплачет за ней. А ее слезам, сама знаешь, цена какая, никакая. Понимаешь? Ну, это многие поддерживали. Поддержали. Ну, поддерживали, да. Ну, сегодня поддерживали, на завтра плюнутые. Тут тоже это все надо понимать. И еще тут важный момент. Многие действительно решили, что Оля, она вот, ну, шатается, типа, выпившая по редакциям, по съемкам, еще что-то. Нет. Они хоть выпившие. Они не пьют. Они не пьют алкашку, как в нашем понимании этого всего. Что они что-то другое? Они делают другое. Давай, вот без этих, хочешь, без подробностей, Зая, чтобы тебя не подставлять, вот. Да, они делают другое. И это другое их заставляет не качаться, еще что-то, не быть пьяными. А вдруг ГИБДДшник заставит подуть. А она, типа, выпившая, условная Бузова. Но это же тоже может показать. Да, ну, наверное, к этому уже попривыкши. Поэтому я думаю, что они делают другие вещи. И, конечно же, она, она точно не была пьяная. А что там было и как? Ну, должен быть специалист, который об этом... Я думаю, что специалисты увидели, специалисты-наркологи. Увидели и сделали свой вывод, что там и как. Но проблема есть. Ну, ты же, я так понимаю, ты Олю хорошо знаешь. Ну, я не знаю, кто ее лучше меня знает. Она ее мама только. А вот какая она сама по себе? Хорошая. Хорошая? Да, да. Она как девка по-человечески. Она вообще хороша. С ней вообще по-человечески все норм. Совершенно нормально. Поржать и в пир, и в мир, и в добрые люди. Вообще нормальный человек. Совершенно. До определенного момента она была тем человеком, которого я любил и поддерживал, и на телек ходил, и у Малахова сидел, а до Малахова был. Борька Корчевников на его месте там сидел, ее поддерживал. А потом пошли вот эти вот изменения, которые меня стали и пугать в какой-то момент. И я уже понял, что если я буду это все поддерживать, вот это все, то я буду выглядеть, конечно, глуповато. Ну, я сам себе буду изменять. Я не хочу поддерживать эту шизофрению. И не буду ее поддерживать. Я перестал слышать от нее, например, нормальную, внятную речь. Ну, когда вот просто человек сидит, разговаривает. Я знаю, как звучит колоратурно правильно окрашенная речь Ольги Бузовой. Я знаю, как она звучит. И для меня странно, что последние несколько лет ее речь стала звучать вот так. А что случилось, девочка моя? Что такое? Ты Бенджамин Баттон, ты туда, назад, годику? Мы что, тебя скоро будем вот так качать все? Понимаешь? Вот это все как-то... Ведь ей скоро, ну, извините, будет кризисная цифра в ее годах. Для женщин, я имею в виду, для многих. И мне очень бы хотелось, чтобы она к этому всему подошла, как козирог, как неплохая вообще девка по-человечески. Ну, как-то заряженная. Вот здесь вот я понимаю, денег можно зарабатывать и зарабатывать. Но что происходит с ней? Она сильно не в форме. Ну, может, это какая-то такая стратегия? Может, у нее хорошие, ну, на ее взгляд, пиарщики, которые построят, что она вот так вот видела себя, разговаривает? Ты знаешь, хороший вопрос ты задаешь. Ты вот, ты выглядишь вроде как куколка винтажная, но при этом у тебя очень хорошо варит твой горшочек с кашей. Мася, я тебе вот что хочу сказать, котик мой. Я бы этих пиарщиков, я бы их гнал дубинами, потому что так, как они ее пиарят, не пожелаешь, я не знаю, врагу. Это что за такой пиар? Она же все-таки женщина еще не старая. Ей хочется, чтобы страна ее, ну, она, как и любая другая женщина-артистка, хотела бы, чтобы ее, ну, не то чтобы любили, а как-то дорожили, что ли, знаешь, ей. Да, и как-то вот ей немножечко, как бы ее чуть-чуть, как бы ей восхваляли ее чуть-чуть. Но заметь, что происходит, особенно последние, наверное, года два, над ней единственное, что только потешаются, и смеются, и издеваются. Заметь, она ведь этого не хочет. Да, она может, она может бесконечно подыгрывать, и подыгрывать, и подыгрывать. Тут Губерниев поиздевался, она подыграла ему сухими слезами. Тут второй человек, тут еще что-то. Тут фейк, все кинули о том, что Тина Кандалаки написала о том, что да, она была пьяна на эфире, а это был фейк, Кандалаки об этом не писала. Сколько угодно можно этому подыгрывать, пойми меня, Татка, но ты как молодая женщина, тебе в какой-то момент, конечно же, хочется, чтобы тебя, ну, назовем это, любили, а не смеялись, не издевались бесконечно. Очень хочется, а все наоборот. Ну, может, она воспринимает это как зависть, что ей завидуют? Это дискурс стар про зависть. Ты завидуешь Бозову? Нет. Скажи, есть у тебя такое? Нет, да? Вот все-таки, знаешь, я тебе верю здесь. Я тебе верю. Люди настолько сейчас повзрослели, и даже люди, которые, поверь мне, которые зарабатывают сущие копейки, сущие копейки, они настолько индивидуалисты, и это настолько можно увидеть, как люди стали индивидуальны, настолько в себя поверили. Человеку достаточно в Турцию слетать. Он будет уже, ну, править миром у себя в голове. И сказать ему, слушай, ты завидуешь Бузову? Да ну, что смеяться? Ну, что смеяться? А как ты отнесся к этой истории про МХАТ? Театр так себе всратый. Это надо понимать. Театр этот не семипядый. Я в нем был, когда там была Доронина. В нем хороша была только одна Доронина. Вот она была в нем хороша. Теперь, когда Дорониной нет, теперь этот театр якобы патриотический. И вот эта вся игра слов никому не нужная. И я понимаю, что все же есть у меня такое ощущение, что люди по доброй воле, классный, продвинутый зритель не пойдет туда, по доброй воле никогда сам не купит билеты. Никогда. И есть у меня все-таки такое ощущение, исходя из опыта, что и на спектакле с Олей, говоря об аншлагах, еще что-то, сходило какое-то количество журналистов, чтобы это увидеть и об этом написать. Ну, простого зрителя туда не заманить. Ни Олей, ни к кем другим. Извините, время прошло. Это время закончилось где-то ближе к 2001-2002 году, когда вот на звезд реально перли. Народ мог переть, понимаешь, толпами. Да, остались эти люди еще, на кого народ мог пойти. И эти люди еще живы. Ну, предположу, что это там Алла, к примеру, еще кто-то. Но это точно не Оля. Точно не Оля, когда вот эти аншлаги, безумные, крик, ор. Я видел много раз, мне люди присылают. У Оли там случаются иногда концерты. Там две колейки под сценой. Ну, он показывает огромный стадион. Ну, он врут вот таким, как ты. Вот стоят эти колейки и вот так вот танцуют. Снять-то можно по-всякому. И ты у меня спрашиваешь, как снять. Я гастролирую более 10 лет, езжу с концертами, веду все на свете, веду у меня свои собственные шоу-программы. Я знаю, что это такое, когда ты собираешь полный клуб, и я знаю, когда на тебя приходит действительно много факторов тут. И реклама не сработала, или ее совсем не было. И ты приезжаешь, и у тебя там пять человек за столиками сидят. И такое у меня бывает. Бывает. Но я умею это так снять, как будто у меня не пять, а пятьсот. И это я умею. То есть, опять-таки подача. Да, подача. Я научился это делать. Ждам, скажи, а какое у тебя отношение вот сейчас к Дому 2? Ну, как бы, оно у меня очень неровное. Потому что тот Дом 2, который я создал когда-то, я и какое-то еще небольшое количество участников, которые образовывали эфир много лет, и сделали Дом 2 тем самым домом, которым он являлся, крутым именно проектом. Ну, конечно, этого проекта уже нет. Другой вопрос. Там остались люди, с которыми я работал и в ту пору. Я этих людей по-прежнему уважаю. Там шеф-редактор, девочки, которые на выпуске сидят, девчонки, которые работают редактора в аппаратке, еще что-то. Все. Это все по-прежнему, я их считаю по-прежнему близкими людьми. Но идти туда участникам я больше не пойду никогда в жизни. Приглашали еще раз? Нет, не приглашали. Андрюха Черкасов мне несколько дней такой назад пишет голосовое. Вот, говорит, захожу в аппаратную, говорю, вот нам так Рустама не хватает. А ему кто-то в аппаратной. Рустам про нас такие гадости говорит. Я ему говорю, Андрюш, про вас именно Рустам и должен говорить гадости. Потому что это классно, круто и цитируемо. А все остальные должны заткнуться. Вот Рустам должен говорить. А вы, Рустам, должны за это зарплату, блин, платить. Никак не меньше. И неужели ты этого не понимаешь? Ну, смеется, понимает, видимо. А там два, это все-таки, ну, это сценарий. Там есть сценарий. Ну, я понял. Ты имеешь в виду, редакторская ли это тема? Да, да, да. Ты понимаешь, сейчас, конечно, это тема редакторская. Потому что живого места я там вообще не вижу. Я даже это не смотрю, но мне достаточно того, что я там увижу там секунду какую-то. Секунду буквально, 10 секунд. Я понимаю, что это редакторская работа. Что живого тут ничего нет. Выжженное поле. Выжженное поле. А у нас было иначе. У нас было 80% это были сами мы, 20% где-то там что-то, редактора могли подойти в течение дня сказать, слушай, там вот девочка сидит, плачет, новенькая. Только пришла, видимо, расстроилась. Подойди к ней. Я просто физически ее мог не видеть. И вот такие были подсказки. Знаешь, подойди. Или там Ольга Васильевна Габозова то же самое. Встала с утра, уже ругается. А я не вижу это, я в другом доме. Сходи к ней туда. О чем говорить? Как говорить? Какая подача? Конечно же, никто никогда меня не норовоучал этому. Все понимали, это бесполезно. Я сделаю все равно по-своему. Ну вот так. А теперь я вижу этих новеньких участников. Для меня они как бы, ну, сказать недоумки, ну, это мягко. А с другой стороны, я очень не хочу, знаешь, вот это, выглядеть вот это тоже вот возрастной вонючкой, которой не нравится вот эта вот молодежь. Ради бога. Нет. Тут, конечно, ни им вопрос надо задавать. Ни этим участникам, которые сделали так, что Дом-2 оказался, во-первых, закрыт в один день, перенесен на другой канал с неприятным скандалом. То есть никто не смотрит, как выяснилось. Я тебе больше скажу. Я недавно смотрел, есть такой ресурс, он называется Медиа... Ну, короче, этот ресурс, да, я вспомню название, скажу. В нем вот все рейтинги. Мало того, там рейтинги даже с количеством людей, которые посмотрели. Например, там по Москве. Там Дом-2 по Москве. Там в среду, в ту среду, например, посмотрела, я очень хорошо помню цифру, 46 тысяч человек. Слушай, у меня через пост в моем инстаграме видосы, которые я там редактирую, ставлю, смотрит в два раза больше народу. Если уже не каждый пост. Извините, я выгляжу сейчас, может, это хвастливо и чвенливо, и все такое, но это так. И я понимаю, что какой Дом-2? Они мне в подметке вообще не годятся. Ну, может, если у них рейтинг отупал, может, просто люди выросли с Дома-2? И это тоже. Это раз. Или, как говорит моя подруга Водонаева, то, что должно было умереть, должно было умереть. Нельзя постоянно воскрешать эту вдохлую корову и пытаться ее еще и выдоить. Она действительно умерла. Причем она умерла, я очень хорошо помню тот момент, когда это все умерло. Я приезжал к ним на съемки, и я понимал, слушай, мы говорим о мертвом, вокруг меня мертвая публика, сзади меня сидит публика, которая хлопает, она мертва. Я говорю какие-то странные вещи, я сам не свой в этот момент, я сам себя не узнаю, что-то не то. Я почему-то вынужден говорить какие-то вещи, которые мне не присущи. Бред, короче, полный бред. Я вижу странных ведущих, которых я знаю, я вижу этих тарахтелок, этих Бородина, Бузова, Кадони, которые не дают мне почему-то сказать. Понимаешь, все вот это вот очень было все странно, и это уже было мертво. А как ты отнесся к мысли, что теперь к новости? Как ты отнесся к новости, что ведущий «Дома-2» теперь «Дава»? Как он вообще тебе в роли ведущего? Ну, ты знаешь, может быть, это немножко и будет как-то странно звучать, исходя из того, что я сказал выше, но, как мне кажется, этот «Дава», он совсем неплохой. Вот он чисто как чувак, мне кажется, он вообще неплохой чувак такой. Он не злобливый какой-то, я от него не слышу ничего такого, знаешь, чтобы он что-то там как-то вот хейтил кого-то. Ну, блогер и блогер, да? Да, блогер и блогер. Ну, так вот. Очень хотелось бы, конечно, чтобы он не был просто выскочкой и как-то пустышкой. Так хочется смысла. Нет смысла. Может быть, поэтому у меня и отношения толком не сложены. Мне очень хочется смысла. Я сам, как мне кажется, я больше такой создатель каких-то смыслов. Вот даже сейчас здесь у тебя я сижу, и я сам того не осознаю, и ты не понимаешь этого. Но мы с тобой двоим сейчас создаем новые какие-то смыслы. Мы потом их дадим в эфир, и люди будут их слушать. Вот. И я сам, как смысловик, все-таки больше, я очень хочу потреблять смыслы от других людей. А их нет. Их нет вообще. У Давы нет смысла, у Оли нет смысла, у Киркорова все бессмысленно. А у тех людей, у которых есть смысл, они, сука, молчат. Прикинь. Они заткнулись и молчат. Молчит Пугачева, молчит Пьеха. Вообще даже не по музыке, не по шоу-бизнесу, а по жизни по нашей. Они молчат, понимаешь? Они молчат. А так хочется их послушать. Ну, например, слава богу, что не молчит, к примеру, очень большой смысловик. Это Цискоридзе. У него много интервью. Вот он, как смысловик, крутой. И он эти смыслы создает. Для меня лично, да, я слушаю его прямую речь, мне нравится то, что он делает. Как он говорит, насколько он честен. Вот там есть смысл. И он не молчит. Но многие люди, которые могли бы нас чему-то научать, они молчат. Ну, может, они просто уже не видят смысла. Не видят смысла. Да, да, именно. Или, знаешь, или уже так устали от этого всего. И, да, не считают нужным, не считают нас за людей, которым нужно что-то донести. И это может быть. Скажи, а вот сейчас есть такие, например, журналисты, блогеры, за которыми тебе приятно наблюдать? Интервью я уже давно не смотрю так, чтобы я сел и смотрел интервью, слушал. Это скорее персоны. Это скорее персоны, которых я слушаю. Это политологи. Это политологи Эхо Москвы, так как я сам автор, автор на Эхе Москвы, ну, блогер, автор. Я пишу туда тексты, снимаю видео время от времени. Тоже очень неровно. Не каждый день, и даже не каждую неделю. Это политологи, которые говорят, скорее, о социокультурном, о чем-то, о политике. Я больше туда склоняюсь. Развлекательный контент меня меньше всего привлекает. Меньше всего. Ты даже не представляешь, что я слушаю, что у меня в наушниках. Это лекция о культуре. Но есть, например, интервьера, которым бы ты точно не пошел даже за деньги. Вот категорически нет. Я раньше думал, что это может быть, что было дальше, вот этот ЧБД. Но я к ним пошел. А передача не вышла. Да. А мы говорили как раз о Киркоре, там, в этой передаче. Ну, ты понимаешь, каков был контекст. Я думаю, передача, да, передача не вышла вот поэтому, вот именно из-за этого. Собственно. Так. Ну, так, чтобы к кому-то не пойти, нет. Ну, я лучше, я, конечно, думаю о том, кому бы пойти. А так, вот, к этому не пойду. Ну, например, я раньше, мне не нравился, к примеру, Манучаров. Мне казалось, что он тоже такая яколковесть, выспренный. А когда я слушаю его интервью, я понимаю, слушаю, вообще классно и неплохо Эмпатия Манучи и его каналы. Вообще норм. К нему бы я сходил, кстати. Нам есть о чем поговорить. Вот это вот меня, меня это даже радует. Тут, понимаешь, нисколько людей вот гнобить, вот даже в душе своей, говорить, а это никто. Но иногда я способен на то, чтобы наоборот их превозносить, хвалить их. Я и это тоже делаю. Ну, ведь это должно быть, мне кажется, от души. Да, да. Человек же должен тебе все-таки нравиться. Да, да. Или... Ну, вот смотри, ну, возьмем нас с тобой. Угу. Например, не смотря твой канал, я просто так бы, там, мне сказали бы, я бы такой, ну, надо подумать. А сейчас я пришел, сижу здесь с тобой и понимаю, что я, ну, очень прикольно. И у тебя очень все в кассу. Ты главное, ты создаешь такой ореол, типа, ну, я как бы такая девочка, конфеточка, знаешь, а при этом ты очень четко чувствуешь моменты. Ты молодец. Просто ты делаешь вид, что ты как бы, ну, как будто мимо проходила. Понимаешь? Но при этом ты все это чувствуешь. Спасибо. Ждам, скажи, как ты думаешь, за что травят Волочкову? За нелепость. Ее травят за нелепость. Она сама себя, конечно, считает роскошной женщиной. И мне вчера даже подписчик один писал, в ночи, я даже с ним чуть-чуть поспорил. Она роскошна, роскошна. Роскошные это другие женщины. Ну, допустим. Да. Ну, в чем-то роскошна Рината. В чем-то роскошна Пугачева. В своем молчании таком умудренной, старой, трехсотлетней черепахе-тортилы. Но Волочкова, она не роскошна. Она нелепа. Она в этой нелепости как бы прикольная. Это тоже надо понимать. Вот она нелепая, она несет эти глупости, она рассказывает, как на нее все дрочат. И так далее. Но этого же нет. Понятно, что это могут быть только, ну, уж отъявленные, понимаешь, маньячила. Все, она как бы вся растеряла вот свой лоск. Все, осталась это только, только вот нелепость вот какой-то вот женщины, понимаешь, с сизым носом. Но при этом в ней есть этот прикол. В ней есть какая-то такая... Шарм? Да, в ней есть этот шарм. Но точно не роскошество. Нет, точно нет. Да, она женщина, я женщина с шармом, Сусанна. Помнишь, это самое обойтельное, привлекательное? Так и тут, понимаешь. Ну вот, она с большим шармом. Вот. И ей бы, конечно, закусывать. Все-таки, при любых обстоятельствах жизненных. Почему фотография молодой Пугачева вызвала такой скандал? А это всегда так, понимаешь? Очень многие фотографии Пугачевы, если я их, например, кидаю в ленту, то я понимаю, что это всегда будут споры. Объясню. У людей в голове не укладываются, что это один и тот же человек. Им кажется, что это быть не может. Они видят ту Пугачеву, которая сейчас, там, молодая мама, молчащая, с сжатыми губами, понимаешь? и как бы не высовывающаяся, ну, такая вся в себе. И они видят ту всю нараспашку, все такое, тут кулые ноги, тут шортики, или это мини, или что это такое, такая вот, или... Они не могут понять, подождите, это одна и та же женщина? Как это вообще возможно? Impossible, полный. Но это так. Именно поэтому это вызывает вот такие разговоры. И всегда у меня идет цитируемость из Инстаграма. если я ставлю фотку молодой Пугачевы. Причем мне ничего не нужно для этого делать. Не писать огромный текст, еще что-то, какое-то журналистское расследование проводить. Что, как. Я могу просто поставить два хэштега, там, молодая мать, и все. А люди все сами сделают за меня. Пошло и поехало. Да, да. Что за последнее время тебя больше всего шокировало? Ну, тут это скорее политика. Политика, ну, история, например, с Потасевичем в Беларуси. Вот это вызывает у меня шок. И у меня сердце, конечно, не на месте. Я жить, правда, не могу. Я не знаю, почему это так меня касается. Но все, что касается вот таких настоящих живых историй, то да, это происходит. Как ты считаешь, есть ли отношения между Данией Милохиным и Николаем Басковым? Нет. Для того, чтобы находиться в отношениях с Басковым, нужно быть большим эстетом. Очень большим. Данией Милохиным это все-таки мальчик из детского дома, у которого большой опыт и который знает, что такое, ну, назовем это так, отношения между мальчиками. Потому что детский дом это детский дом. Чего там только нет. Допускаем. Басков, этот человек тоже с большим опытом. И я думаю, что Баскову нужно, конечно, Баскову нужно что-то другое, понимаешь, в этой жизни. Ну, до недавних пор, я знаю, с кем живет, жил Басков, до недавних пор, живет ли он с этим человеком сейчас. Я не буду ему никакие камин-ауты Баскова устраивать. Живет и живет. Все. Другой вопрос, что он тоже артист, которого я отношу, ну, к каким-то, ну, скажем так, это все для меня какое-то уродливое проявление шоу-бизнеса. К сожалению. Ну, а тебе как певец-музыкант, он нравится? Ну, послушаю, с ума сошла, что ли? Нет, я, я живу, я живу на Старом Арбате, я столько вижу молодых, которые поют вечерами, днями, и целыми сутками они поют 24 на 7. Я понимаю, где талант настоящий, а где, а где то, что уже просто уже смотреть ты в эту сторону не можешь? У меня знакомые сходили на концерт Баскова, к слову, и ушли. Так хотели, так хотели, так хотели, это даже мои родственники, не просто знакомые, это из первых уст, из первых рук. Еле дождались перерыва, чтобы уехать с концерта, уйти, потому что так больше ерунды они в жизни не видели. Они, они просто очень сильно пожалели о том, что были на его концерте. Очень сильно. Что им не понравилось? Ну, я думаю, все. Ну, Баскова нельзя, его, его не надо обсуждать, он по сути, это уже все, это уже, это уже, да, это какой-то, знаешь, это какой-то такой застарелый климакс, который, о котором ты говоришь либо хорошо, либо никак. Вот, поэтому хорошо, что Баскова нет в моей жизни. Почему в России не поддерживают общество ЛГБТ? Ну, это тоже немножко неверно. Я думаю, что, конечно, поддерживают на уровне семьи, мамы, папы, которые знают, что у них ЛГБТ ребенок или еще что-то, конечно, поддерживают. Но пропаганда делает свое дело. И оголтела толпа может вопить все, что угодно. Но толпа, она на то и толпа, чтобы вопить. Пусть вопит, это никому не интересно. Если взять каждого человека и отдельно историю каждого человека, то, конечно, люди умны, прозорливы и более честны в этих вопросах. В общем, еще раз говорю, первый канал нам может рассказывать все, что угодно. Любые сказки про гей-ропу. Но мы-то знаем правду. Мы знаем, как обстоят дела. И мы знаем, как... почем фунт лиха, в конце концов. Поэтому не верю в эти рассказы. Люди поддержат. Люди всегда поддержат. Всегда поддержат. Но не жди поддержки со стороны толпы. Не жди вот улюлюк со стороны вот этого улюлюка еще большинства. Ну, знаешь, вот не хочется спорить, но все-таки объясню, почему. Совсем недавно вот возле моего дома мы стояли с девочкой разговаривали и мимо нас прошел, скажем так, ну, человек который прошел. Сначала показалось, что это вроде бы как бы женщина. А потом, когда увидели, там щетина, длинные крашеные волосы, и он был одет в женском одеянии. И все на него обернулись. Обернулись, да. Ну, это весело даже в какой-то момент. Ну, это смелый человек. Ему нужно воздать должное, конечно, за его дерзость, за его какой-то дух. Но я бы никогда в жизни не стал таким человеком. Ну, подтрунивать я могу. Я подтруниваю, да, естественно. И всем разрешаю подтрунивать над собой. Но оскорблять таких людей я никогда в жизни не буду. И я могу сказать, что я плохо даже переживаю, когда я вижу видео, они иногда становятся вирусными. как, например, трансгендерных людей, еще что-то, как их оскорбляются в метро. И даже насилие над ними производят. Могут ударить, еще что-то. Поэтому я, конечно... Ну, вот об этом говорю, может, общество все-таки не совсем готово к этому? Общество, да. Но конкретно каждый человек, конечно, уже давно готов. Общество, оно всегда будет сырым. Запомни это, зайчик. Оно всегда будет сыро, оно всегда будет нетолерантно, оно всегда будет против и так далее. Но при этом, когда я приезжаю в Нью-Йорк, я почему-то вижу молодых людей на Манхэттене, которые идут друг с другом и держатся за руки. Я понимаю, что вот они пара. Они таким образом... Они... Им и хорошо держаться за руки, и они, конечно же, декларируют это через вот это держание друг друга за руки, за ладони. Это идет своеобразная декларация. Мне эта декларация никак не мешает в жизни, никак. Я не буду прилюдно обнимать, например, своего молодого человека или девушку, кто бы у меня там ни был. Вот, допустим. Не буду я этого делать прилюдно, ну, в силу того, что, может быть, я чуть-чуть старорежимен в этом. Просто все личное приседает. Да-да-да, чуть-чуть я как-то вот... Это заметно из моих соцсетей даже. Я не сильно это выпячиваю. Но люди, которые это делают, например, повсеместно и транслируют это как норму, мне не мешают. Мне не мешают таджики, мне не мешают люди, которые рассекают на самокатах, мне не мешают усатые женщины, мне не мешают женщины со вторичными половыми признаками. Мне никто не мешает. Попы мимо меня пройдут, они мне не будут мешать. И я всех призываю к этому. В этом и есть, когда многие говорят толерантность, они это путают немножко, чуть ли не со скорблением. Толерантность, вот она, она в этом. Когда тебе никто не мешает. Да. Но мне кажется, это еще, когда человек доволен своей жизнью, как я спрашивала про зависть, завидую ли я Олю. Когда человек доволен своей жизнью, он не будет ни оскорблять, ни вмешиваться в другую ты можешь себе представить, например, ты молодая девушка, о том, что, например, тебя начнут раздражать люди, там, киргизы, таджики, которые убирают улицу. У меня в жизни такого не было. Слушай, а есть много народа, которые вот этим всем, они не в восторге от этого. Они против даже этого. У них просто это с языка не сходит. Для них эти люди как, ну, просто красная тряпка. Они больные эти люди или что с ними? Ну, вот так и сделать. То есть толерантность, она касается не только ЛГБТ, толерантность касается всей нашей жизни. Когда толерантно я могу простоять в очереди, я понимаю, что продавщица молодая, она тупит, и я подожду две минуты, пока она справится. Нетолерантный человек будет кричать, что вы задерживаете, и хамить на весь магазин и так далее. Вот, понимаешь? Так же я толерантно зайду в метро, и рядом со мной будет стоять человек, который будет, например, ну, условно говоря, от него будет пахнуть прямой сигаретами. Я толерантно это приму как данность, ну, значит, так надо. Все. Это не французские духи. А другой сделает иначе, он будет хамить. Вот толерантность, она всеобъемлющая. Она не только по отношению геям, лесбиянкам и так далее. Нет, это вообще в принципе. Толерантность это воспитание. Я хотела сказать это воспитание. Это тебе все-таки твои родители дают. Конечно. Это как-то развитость мозгов. Это извилины, это в конце концов нейронные связи. Чем их меньше, тем меньше ты толерантен. А ты испыльчивый человек? Тебя можно вывести из себя? Ты знаешь, да, но сейчас уже вот в эти годы в мои уже все меньше и меньше. Я уже меньше пылю. Все, это уже уходит у меня. Я себя на этом даже ловлю, что меня теперь вывести из себя вообще сложно. Сложно. У меня теперь настолько, я теперь настолько каменный кремень. Мне что угодно говори, как угодно на меня смотри, кричи, еще как-то. Все. Может быть, знаешь, годы и Дом-2 тоже на это повлиял. А еще это бесконечная тренировка гастролями. Я вот езжу и это логистика, когда у меня по шесть самолетов за выходные, и я не сплю, и я превращаюсь в кого-то, кем я не являюсь. Это каменный гость. Понимаешь, все, я просто, и все. Меня уже не вывести из себя. Ну, я могу пылить, но быстро проходит. Все в моменте. Все в моменте. А так назвать себя вспыльчивым я не могу. Не могу. Почему в шоу-бизнесе больше закрытых геев, чем открытых? Потому что это советские люди. Это по-прежнему очень советские люди. Они все оттуда еще идут, когда они пели про Дельтаплан, про Атлантиду. Они боятся, они... Знаешь, чего они боятся? Даже не потерять публику. Они боятся, что они потеряют эфиры на федеральных каналах. Вот это вот все. у них вот эта вот страсть. Страсть вот к потере вот этого места. При этом они даже не учитывают тот фактор, что сейчас есть соцсети. Все все знают. Все все знают. И ты можешь быть звездой очень большой, даже не ходя на эти телеканалы. Ты можешь в соцсетях делать свое телевидение. Ну, вот так. Только в этом советский страх очень силен. Осуждение людей, например. Осуждение, статья, замужеложество. Вот это все. Раздражает ли тебя тот факт, что тебя и Гогена Солнцева считают родственниками? Сестрами, я бы даже сказал. Ты понимаешь? Нет, меня вообще не нравится. Гоген очень забавный. Я когда с ним общаюсь, он очень забавный. Он когда напьется, еще забавнее, чем трезвый. Надо знать Гогена. Я где-то балансирую между любовью и ненавистью всегда к нему, когда мы тусим вместе. Он очень прикольный. С стороны кажется, что он странный. Знаешь, он не то чтобы странный, у него странные парики, да. Ну так он. Он настолько безвредный. Он, знаешь, он очень прикольный. Какой-то он прикольный. Я вот сейчас вот задала этот вопрос, а я с ним списывался пару недель назад. Что-то там какой-то вопрос по гонорарам обсуждали за какую-то съемку. Ну и все. И как бы он очень прикольный. Я всем желаю таких людей, как Гоген. Лучше пусть как Гоген, понимаешь. Да, он странный, да, он изображает того, кем он не является, понимаешь. А так он спокойный, ну нормально, уравновешенный, прикольный, с юмором. Хабалистый такой. Ты как отнесся к его женитьбе, скажем так? Да, к его этому бесконечному роману. Ну видишь, как-то все быльем поросло, все куда-то пропало, поэтому даже обсуждать сейчас нечего, по сути. Ну история вся вышла, истории нет. А так, он заработал на этой истории, квартиру купил себе, маленькую, правда, ну что делать? Как раз в тему. Чем сейчас необходимо заниматься, чтобы хорошо зарабатывать, достойно? Ну диджитал, конечно, все заработки в сети, ты зарабатываешь в сети, на рекламе, по сути, ты зарабатываешь на своих соцсетях, на том, как ты умеешь красиво говорить. Я вот думаю, просто мне нужен грамотный менеджер именно в этом направлении, что я бы, например, мог бы и семинары проводить. Люди просят, не просто, некоторые просто вот, прям много людей начинают просить сразу, что они бы сходили бы на мой семинар, если бы я приехал, и я, да господи, просто лекцию бы прочитал людям о том, как, например, как я маленький жил в Советском Союзе. Там лекция на полтора-два часа. И люди бы сидели и слушали это как зачарованные. Я знаю, что так бы оно и было. Это правда, тебе очень приятно слушать. Да. Ну, спасибо. Как бы, ну вот в этом можно зарабатывать еще в этом. Вообще, много всего. В балет, правда, я уже пойти не могу. Вот. Но мне кажется, что, знаешь, у меня еще много что впереди. Еще много что впереди. Я еще не все сказал в этой жизни и не все сделал. Да, может быть. Другой вопрос. У меня есть подруга одна, она певица, и она мне все время говорит после моих прямых эфиров в Инстаграме, тебе надо на телевидении, на телевидении. А я говорю, ты знаешь, меня на телевидение позовут на большой проект. Я правда хожу сейчас на кастинге, хожу, признаюсь. Позовут, когда я, я ей об этом сказал, когда я стану старым человеком. Вот тогда я понадоблюсь всем. Потому что те старые люди, которые сейчас на телеке, они умрут. Они просто физически уйдут из жизни. А заменить их неким. И тут вспомнят обо мне. А тебе не предлагали быть ведущим Дома 2? Предлагали. Босс Дома 2 предлагал мне это в общей сложности где-то 6 раз. Я подсчитывал даже. Я внимателен всегда к таким вопросам. Всякий раз это оказывалось каким-то враньем, приколом. Вот прям говорит, вот через 2 недели ты летишь на острова, будешь вести всю островную часть как ведущая. Врал. Представляешь, прикол такой был у Михайловского. 6 раз? 6 раз, да, 6. В общей сложности, он ее долго там был, в общей сложности он где-то делал мне эти предложения около 6 раз. Но мне это теперь уже и не нужно ничего. Это не имеет уже никакого смысла вести тот Дом 2, который существует в теперешнем режиме, и это стыдно. Почему адекватность в современных реалиях так важна? Ну, потому что много неадекватных. Шпаки, шмаки и вот эта вся вот эта дрянь, вот эти все эти блогерши, которые лезут в паблик, сидят в прямых эфирах, айзы эти все, шмайзы. Откуда это все повылезало, это все дерьмо. У этих людей проблемы со вкусом, проблемы с подачей, у них проблемы с самоиронией, у них проблемы с самоидентификацией, они не поймут, кто они такие. И, по-моему, той же Айзек, слово ей, об этом уже даже самые близкие люди пишут. Вот, отрисуют ее уже просто, не ленятся, пишут вот такие письмена, типа, скройся, ну, сколько можно. Вот. Но при этом у них есть популярность. Да, у них есть популярность, но при этом, ты понимаешь, ну, у них какая популярность? У них популярность на уровне зоопарка. Ой, что она там еще раз, еще ляпнет? Или что нам расскажет этот шпак? Понимаешь, какую глупость нам сморозит? Какое хрючево он там нажарит на своей сковороде? Люди от этого быстро устают, на это долго смотреть не будешь. Все равно, что смотреть, ну, понимаешь, как вот, ну, казнь в прямом эфире. Ты по сути смотришь какую-то такую наивысшую степень человеческой открытости, человеческой глупости и человеческого какого-то, понимаешь, неприкрытого стыда, стыда, что ты долго все равно это видеть не можешь. Это все равно, что ложками есть сахар. Нельзя. Ну, съел ты одну ложечку, вторую, а потом все, тебе все-таки захочется. Но того, что ты назвала адекватностью, и ты уходишь оттуда, и ты тупо слушаешь Рустама Солнцева, понимаешь, да. Да. Что тебе приносит настоящее удовольствие? Такой сложный вопрос, потому что, знаешь, я по сути такой человек очень счастливый, как мне кажется, уравновешенный, цельный. У меня нет такого, что, знаешь, ой, я много, я несчастлив, вот дайте мне удовольствие, вот это мне дайте, или еще что-то. Нет, я от мелочей могу вообще кайфовать просто. И поэтому настоящее удовольствие у меня приносит все, что вокруг меня. То есть счастье в мелочах. И в мелочах, и в большом, и в чем-то. Знаешь, все-таки у меня вот этот баланс, он выверен. Эти часики во мне, эти весы, они как-то правильно срегулированы. Поэтому я, у меня нет такого, что я в депрессиях неделями. Да, у меня бывает плохое настроение, и это длится все, буквально битый час, а потом это может пройти тут же, и я забыл о том, что это было. То есть это все как-то вот, этот кислотно-щелочной баланс у меня очень правильно работает. Я себя нормально всегда чувствую. Я вот сейчас иду к тебе, и со мной здороваются люди, сидят в кафе. Мужчина и женщина сидят, больше никого нет в кафе на улице Кутузова, в кафе на улице. И она кушает, 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 а потом голову поднимает, смотрит на меня, ему что-то говорит, а потом, привет, Рустам, а я мимо прохожу, и я их слышу, и я говорю, здравствуйте, вот уже я счастлив, уже хорошо. Вот это вот, как-то вот это все по-маленькому, из этих кубиков все и состоит. А тебе подходит фотографироваться на улице? Порой очень много. Этого добра много, прям много-много. Нормально реагируешь? Ты не надоедаешь? Нет, нет. Как могут надоесть люди? У меня те люди, которым я отказал в фотографии, они у меня наперечет, мне до сих пор перед ними стыдно. Я в Одессе одну девочку прямо оттолкнул от себя, ну потому что я был в наушниках, она меня тронула, я испугался. И мне до сих пор стыдно, ты не представляешь, перед ней, как бы ее так вернуть, девчонку, извиниться перед ней. Поэтому люди, нет, люди хороши. Это я бываю иногда нехорош, а люди-то хороши в своих проявлениях. В Одессе ты сказал, но сейчас ты в Одессу поехать не можешь. Не могу, к сожалению, не могу, хотя очень люблю этот город. Тебе не объяснили, почему тебе туда нельзя? Ну, якобы потому, что я был в Крыму, я был в Крыму много раз, да, но так, я надеюсь, когда-то это переменится, все. Я много куда теперь не могу поехать, я не могу поехать в Америку, в которую я езжу последние 8 лет, только туда, потому что я не могу продлить визу, не открыть новую, а тупо продлить, отдав паспорт и заплатив 200 долларов. Нельзя, визовые офицеры уволены, визовый отдел закрыт, все, много чего теперь лишены. Это бред нашей жизни, но он наступил, он таков. Надеюсь, что когда-нибудь закончится. Чем скорее, тем лучше, конечно, очень хочется. Какие планы стоят перед тобой в ближайшее время? Я, честно тебе скажу, Тат, я планы так-то не рисую, что у меня такой-то план сегодня вечером ко мне приедет второй щенок. У меня есть Бультерьер и приедет еще один пятимесячный американский Булли. Ой, какой премещер. Он очень прелестный. Он похож, у него морда, знаешь, как вот это вот, как, как, есть такой мультик, как приручить дракона. Вот у него такая же мордаха, такая же симпатичная. Он довольно мощный, мускулистый и такой, ну, хорошего размера. Ему пять месяцев, он будет у меня. И я ему имя придумал, он Пив, а у меня есть Рори, Рори и Пив. Вот они вдвоем, пусть разносит Робат к чертовой матери. Рустам, спасибо тебе большое, что ты пришел. И тебе большое спасибо, что позвала. Я, кстати, не думал, что будет такое удовольствие получу. Ну, я думал, ну, как-то, ну, в среднее все будет. Нет, ты знаешь, может быть даже, кстати, я тебе могу сказать такой комплимент, ты правильно делаешь, что ты не выпячиваешь сильно себя в этих интервью, потому что выпячивающиеся ведущие, они так видны, именно ютуб-каналов. И ты всякий раз ты об это спотыкаешься. Я не буду называть сейчас имена, но я у одной такой женщины снимался, буквально каждый второй комментарий был о том, что можно было бы поменьше ведущей. Вот. И ну, это не Алена, блин. Нет, нет, я про другую. Ну, как можно меньше? Вот она так себя вела в тот момент времени. Хотя девка тоже неплохая, между прочим. Ну, в общем-то, вот так, и поэтому тебе спасибо, ты вот, у тебя все очень в меру. Тата тут, ребята, знаете, это такой канал, как бы его назвать, очень неочевидный, и вы не думаете, что вы тут как-то, как-то проедете мимо, знаете, прокатитесь, как колобок. Нет, вы зайдите и посмотрите. Спасибо тебе еще раз. Тебе творческих успехов. Спасибо. И спасибо за такие слова. И тебе тоже спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok